Всем привет! Впереди вас ждет очередной ФФА-сериал в мире Сидмейрс Цивилизейшн 5. Партия на восьмерых и получилось собрать не только сильных соперников, но и сильные нации. Так я играю за Китай. Против Биохазарда, который играет за Данию. Сириуса, который играет за Кельтов. Власа-222, который играет за Ирокезов. Вайпера Димы, который играет за Россию. Торилиса, который играет за Инков. И Винкс оф Либерти, который играет за Эфиопию. Как всегда, напоминаю, что игра будет разбита на серии, потому что получилась длинной, да и вообще в принципе невозможно выложить все сразу. Так что если вы смотрите это видео не в день выхода игры, то перейдите к плейлисту или на страницу, где собраны все серии на моем сайте. И может быть вы сможете сразу весь сериал от начала до конца посмотреть. Ссылки на всю эту прелесть в верхнем правом углу. Такая круглая белая кнопка с буквочкой А и жмите на нее и собственно перейдете ко всем сериям. Также традиционно напоминаю, что в комментариях не приветствуются оскорбления участников. Что бы они ни делали, приветствуется только критика. Вежливая вида, зря ты, Леша, обрабатываешь коров, когда у тебя железо не обработано. Или я бы на твоем месте вместо Альгамбры Ноттердам построил. В общем, общайтесь вежливо и ваш комментарий останется в истории к этому видео. Спойлеры разрешены, но только если они внутри развернутого комментария, а не просто описание в двух словах того, что происходит в видео. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. Так, интересно, фабрики везде, по-своему, потому что фабрики дают 25%. Я просто не успеваю всем юнитам ходить. Ты не один такой. Константин, а ты юниты сначала, юнитами сначала ходи, а потом... А потом я без проектов останусь, не будешь, не знаю. Ну ты, знаешь, тоже, знаешь, такой интересный. Хочешь понастроить юниты, чтобы тебе было всеми было удобно ходить. Так я не то, что юнитами, я проекты выбираю до конца этого времени. Там не проекты, а просто рабочими юнитами. Я почему-то все выбрал, все нормально у меня было. Да, рабочие на автомате стоят. У меня нет. Блин, не построился Колизей здесь. Так, Анандага строит подводные лодки. Надо глянуть, что у... Нет, он фрегат. Подводная лодка он еще не выходил. Отлично. Если у него нет, глядки уже вышли. С ними тяжело. То есть он все-таки в лаборатории вышел? Рассказывая нам о том, что понятно. Выходят тут в лаборатории всякие. Сейчас, держись, русский. Что-нибудь придумаем. Слушай, Эфиоп, а ты не хочешь тоже войну Дании объявить? Или ты как? Или ты не с нами? Я могу обновить, это никак не... Ну, бери, дай какую-нибудь же армию, там вот через русского приведи. Или русскому подари. Почему нет? Я вижу, у тебя есть арта. Почему нет? Не жмотися. Веди все к нам. Не для хороших людей. А ты биоплохой, понял? Я не из-за чего вам арта, если сейчас мне пехотинцы, чтобы пойду собратились. Ну, с троих, ты блин, такой странный. Ты хочешь, мы такие, а, ну все, пехотинцы. Ну ладно, развивайся, да? Ну да, да. Я как, я, 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 я думал так сделать. Разве нет? Нет. Письмо и план на всю игру просто хвалился. Умя фабрика только в одном городе еще не построена. Отлично. Очень хорошо. Так, будет ученый. Встал за чем-то мне тут. Ну я, или может не убивать подлодку, пускай он думает, что у меня их нету. Проплыть тихонько в его закрома и там уже гадить. Так, производство. Все, что строит подводные лодки, переключаем на производство. Может мне тебе генерала подарить? Кому? Мне? Да. А зачем мне генерал? Я просто думаю, может проспать здесь вот продвинуться к этому? Хотя бы контент на Риву? Ну я, во-первых, у меня свой еще есть. Ну вот я, у тебя три так будет. Тремя крепостями мы как раз, ну не знаю, даже есть ли с ним, я-то не знаю. Аккуратно, пушка. Да, она сдохнет уже все. Ну он убил моего гатлинга, так что пушка может еще и выдержит. Отходи по одному. Может проще город поставить где-нибудь около Антона на Риву? И уже оттуда что-то делать. Знаешь, вот хоп-хоп-хоп. У нас и готовенько. Где-нибудь. Слышишь, может город лучше поставить между Антона на Риву и Бутабеж там, например. Вот где-нибудь там, где. Между мрамором и алюминием. Может быть можно. И тогда уже оттуда точно. Я сейчас-то я построю посело. Кажется, я раскусил весь ваш план. Я чем-то подозреваю. Ну а что? Что за... Думаешь, такой какой-то план прям? План капкана? Нет, нет, нет. Я-то поговорю, что я все слышу. О, у русского могу переть техи. Да, возьмем. Replaceable parts. И вон до пластика мне пять ходов. Видите, я выхожу довольно быстро во все эти технологии, несмотря на то, что у меня слабое развитие. Так, к Эфиопу мы не будем. Давайте вот встал в Петербург. Так, а какой город у русского рядом с горой? Есть какой-нибудь? Вообще ни одного нету. Хорошо, у Эфиопа. И у Эфиопа нету. Может в кого панк посадить тогда? Или, кстати, или... 137. 145. 145. Продолжение следует... Продолжение следует... Оксфорд, пока бережем... Пока бережем... Два хода пущу... Кстати, я не посмотрел... Влияет... Да, плюс 20%... По идее, этот порт... Влияет на подводные лодки... А, 15%... Да, вот... Домейн плюс 15%, да... Быстрее строится... Так и здесь надо такую же фигню... Организовать... Ну, уже поздно... Вот тут... Ладно... Ладно... Шпионы датчанина в моих морских городах не сидят... Он не знает, что я строю подводные лодки... И он подводные лодки не строит... Да, да... Строит лабы... У меня до лаб 5 ходов... Нормально... Мне достаточно, что я настолько отстаю... По выходу в лаборатории... Фиг с ним... Блин, убила, манила мне... Гатлинг... Так, первая подводная лодка поплыла... Производство... Четыре хода тут субмарины... Неплохо... Так, почему тут паблик скул... Не обрабатывается... Так, что открыто еще датчанинам? Еще каких-то... Сколько? Пять тех у него открыто... В отличие от меня... Ну, то есть пластик, это точно... Динамит... Рейлроуд... Флайт и... Ну и все, видимо... Пойдем тогда... Не знаю... В полет... Потом... В железную дорогу... Так, я... Научные договора... Так, кого меня там обстреливают? Опять лансера моего... О, блин... Как я под фрегат-то... Вышел... Все армию сюда привел датчанин... С генералом вместе в обнимку... Да... Что же еще делать? Так... Развлекаюсь как могу... Так... Вот это вот такого рода война... Да юнит ходит по две клеточки... По холму... Блин... Там хрен знает где просвет... То ли дело XCOM, да? Да... Летел и все... И нормально... Раз, два... Все... Слушай, не объявляй пока войну Иерусалиму... Ладно... Да я и не объявляю меня обстреливать нечем... Да тут немножко другая идея появилась... Подожди пару ходов... Ну скажешь тогда когда... Ну конечно... Я думаю ты поймешь... Окей... Вот сюда действительно где нам советую... Я поставлю город... Отдам русскому... Когда Чанин попробует взять фрегатами... Но у меня то уже подводные лодки будут... Все... И отсюда Антона Нариву неплохо берется... Вот так вот... Не хочу это в прямой эфир пока говорить... Надо бы так эту дорогу строить... Слушай, вот у тебя стоит... Пехотинец... Между Иерусалимом и Гуанчжоу... Видишь, окруженный моими юнитами, да? Да... Можешь его спрыгать... Спрыгнуть на холм вправо? О, спасибо... Так... Пекин 23... Ну у меня не так уж и... Не такая уж у меня и маленькая столица... Вот по-русски неплохо отъел... Столицу... Так... Тут меня... Не заметил своим фрегатом... Русский... Ой, датчанин... Билу там несчастье, да? Малюсенькая... 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 Так... И мы поплыли... На перехват... 15 бежит... Блин, убил... Ну и не очень-то и хотелось... Анатона Нариву... Анатона Нариву... Блин, надо было убить эту каравеллу... Блин, у меня... Каравелла Анатона Нариву плавает около Шанхая... Неплохо так, чувак... Проплыл... Нормоз, да... Вот того пехотинца, которого я тебя просил в прошлый раз... Которого ты только что на защиту поставил... Да, отдай его... Убирай его дальше... Ну куда хочешь, главное с этого холма убрать... А теперь... Арту, которая ниже... Ну не на холме, а вот на обработанном Ярусалимом... В ферме... Тоже куда-нибудь... Ээээ... Которая... 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 Которая генералы... Нет, без... Так... 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 Так, мне не хватает счастья Многие почему-то думают, что 2GIS это просто какая-то карта, которая работает оффлайн Нет, там множество фильтров Вот, например, это полезный помощник для тех, кто присматривает новую квартиру Вы не только можете посмотреть новостройки на карте, но и поставить нужные фильтры Сроки строительства, стоимость квадратного метра, варианты планировок, материал дома и многие другие параметры И все это опять же оффлайн Так что заходите на 2GIS.ru, скачивайте программу под вашу платформу и пробуйте 2GIS, если быть точным Как раз мне это прибудет, когда я построю город Да, это нормально, кстати, форпост будет здесь Отличненько Так, что-то мне не хватает Чуть-чуть Здесь у меня не сидят специалисты Вот Все равно 2 хода Здесь все ваше отставание в 10% Но уже явно Учитывая, что последнее всего лишь на... Ну ты просто шел в большие техи, а мы шли... Вот я, например, только недавно арту открыл... Я шел в дешевые техи, наоборот Да, то есть лаборатории это дешевая теха у тебя оказывается Нифига себе А может кто-то открыл ее точно, помимо меня, если не двое Нет, для тебя никто не открыл А она еще дешевле стала Я очень сомневаюсь, что она стала дешевле, как признала меня Настолько Так Датчанин эмбарго России предлагает Ну-ну Значит, смотрите Эфиоп Против эмбарго России И Один голос против Русский туда же Все остальное за Бан соли Поняли? Так, а подожди Один, значит, против эмбарго А остальные против соли Да А Эфиоп все Против эмбарго Я не знаю У нас какая-то неравноправная Толица получается Я сижу в несчастье Русского счастья много Торговать он не хочет Нет, так ты же сказал бы, что Тебе соль, у тебя тоже соль есть? Это же другой разговор Да нет, почему не соль Я же тебе предлагал поменяться На что-то Серебро, по-моему Ну и что? Ну вот я и говорил У нас все счастье уже закончилось Неравноправие Тоже неравноправие А что ты, русский, не хочешь С Эфиопом меняться? Да поменялся Я поменялся с ним А что ты тогда Про неравноправие говоришь? Потому что он только что Под воздействием Мировой общественности Не, ну понимаешь Как бы ты там сидишь Что-то строишь Ну что сейчас Здесь и мировой общественности Ты сидишь, молчишь Там что-то предлагаешь Фиг его знает То есть надо как-то Отстаивать свои интересы А не молча это делать А теперь ты решил Повозмущаться Вот повозмущался Тебе сразу Видишь, все дали Ну вот Я же говорил Потому что здесь Неравноправие общественности Ну а ты как хотел Чтоб все даром было? Нет Так, еще раз Я голосую Против эмбарго России Правильно? Да Так, где тут был Фрегатик Датский Или он уже уплыл Обратно зачем-то Видимо Уплыл обратно Ну что Может уже пустить Караван из Сиана В Анандагу Так, а теперь вот С холма Где у тебя генерал И Пушка А ты вот туда встал Там нету Фрегатов? Не Я по ним сжахнул А они отплыли Видимо Но я не уверен Что это далеко Я могу посмотреть Ну посмотри Только ты Имей ввиду Знаешь Ты наверное Зря подошел У него-то Просмотр дальше Чем у тебя Ну я обратно Прыгнусь У него фрегаты У него Маяк О, пошел Обстрел Пошел Убирай генерала Не успел Не успел А что он тебя увидел Фрегатами Как раз Ну вот Может быть Он у меня увидел Вот у него здесь Лыжник стоит На холме Ты лыжник увидел Самолеты были Забомбили Лыжник какой А все Видит Да Да У тебя и так Генерал Стой там Этим Пехотинцем Вот там Где ты стоишь На этой Архитектурной Фигне Археологической Помните Что у лыжника Двойной Пахоман Перемещения Помним Но он у него Один наверное У него уже нет Улыжников А он же и хапнул Наверное Он же апл Попешите Здравствуй Так Что там еще есть Удачанина Запретить Какое Какой ресурс Жемчуг Жемчуг Больше ни у кого нету Нет Отлично Так Био Ты прожег все же получается Возможно Возможно и нет Нет Ты давно же прожегся С чего вы взяли Да Ты прожгешься уже Прямо в Эту Эту Как его В Хаббл Считаешь мои мысли Значит Потом что будет Блин Ну как он вот уже Апнул выйти На производство Значит в Нандагу Отправлю Чтобы быстрее Строились подводные лодки Так Здесь в конце хода Буду город ставить Сингапур Сингапур У меня вообще Ни один город У меня Не в союзниках Так Пекин Ну денюжка Блин Ну началось Ну чуть-чуть Не хватило С этим выходом Так У него там уже Баттлшипы Блин Может мне пойти Нет Ядерные подводные Вот Не скоро Ну продолжать давить Что делать Блин Вайпер Нафига ты туда встал Ну ё-моё Я ща уйду Там просто был Этот самый Ты чё не заметил Лыжник Да Надо было его Уничтожить Чё отхожу Ну постой пока Оля Выйди Пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 прикупить. Хорошая, вот это хорошая мысль. О, у тебя деньги есть. Только не сейчас, а ближе к концу хода. Посмотрим, как он там баттлшипы будет перекидывать туда. Вообще будет ли перекидывать. Уже попытается этот город взять. Забавно, там твой гатлинг стоит, да? Где? В моем городе. А, блин. Точно, сейчас я уберу. Блин, а я почему-то не могу купить. Один ход, сопротивление, пойди. А, точно, сопротивление, один ход. Ну и нормально. Как раз, чтобы ты не спешил. Надо подсказывать надо. Блин, у всех денег немерено. Один я тут сижу, ниш-ши-ши. Точно, вы его поставили, все мой город долетают. Прям нравится. Ну, давай, обстреливай. Захватывай. Я не думаю, что тебе есть чем. Ну или что, Вайпер, тогда можно Иерусалим таки захватить и тоже купить. Да, я думаю, три плана сейчас напокупать здесь. Ну, ты имею в виду, что он захватит если город, то всем твоим самолетам хана. Да, это я понимаю, но что-то у нас варианты. Ну, еще Иерусалим, например, захватить. Протопас. И в нем закупить. Иерусалим он точно уже не отобьет. Ну, давай, Иерусалим можно взять. Блин, крепость до сих пор забавна. Милан, Иерусалим, Сидон. Я ж ни с кем из них не воюю. С Миланом воюю. Ну, зашибись, блин. Ну, хера, вот он сюда приплыл. Откуда вообще? Ой, блин. Отлично. Ну, просто, ну, как они меня задолбали, а? Блин, ход дико быстро заканчивается. Вообще ничего не успеваю делать. Я говорю, пошел в бой. Поплыл, к нам не пошел. Отлично. Даже не знаю, ну что, захватываем Иерусалим? Ну, смотри, как он с Гуанчжоу будет там у тебя. Что будет делать с Гуанчжоу? Я просто боюсь, что я за ход не захвачиваю Иерусалим. У него 81 защита. Один фрегат. Ну, Вайпер, ты можешь сам что-то решить? Я тебе предложил идею, что сделать. Так, линкорчик. 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 しょう testing. Ну не так Isaiah. Я хочу сделать. Очистить. Ты закончилась. так пожалуй попрошу у эфиопа денег и в нанкине пару 720 чуть не на троих надо 1100 каждите на троих 700 2100 2220 мне вообще в принципе значит тут 1160 что ли это эфиоп купить самолеты но круто однако ну да не 720 стоит 1 чуть перечислил 44 лишних но нормально так они на сколько клеток разом был на 5 что лили на 8 на 6 на 6 я что-то не заметил как био вышел в атомную теорию он пропустил все самое интересное пропустил данную где уран ух везде просто лались я штука везде просто раскидан по всей карте блин надо все-таки на дальность потому что хочется конечно на юни потом авто замена но не в этом в этот раз ну убил блин нет в этот раз я шутка на сегодня на 5 на Euros а будем так разбираться с его и самолетами так еще ученый в принципе я готов к сжиганию ученых там и так далее надо построить по максимуму лаборатории и и и и и так лаба в пекине лаба тут подлодка и лаба здесь школы здесь тоже лабу построим ну и гонжоу лаба и так строится сколько у меня ученых 55 ученых неплохо когда тут ли ну гуанжоу хана не гуанжоу видимо ханжоу ханжоу да ну вот юрусалим тебе будет в помощь 4 4 хитпоинта нормальненько так субмарины строятся фигаси эфиоп уже последний практически по всему так план я просто смотрю когда будет прожигаться датчанин и тогда собственно и нам будет надо прожигаться м Продолжение следует... Все, всех поубивал? Отлично. Поздравляшки. Зависим. Ну, захват Иерусалима. Я тут у него пару батлшипов помочил. В сортирчике. По заветам. Так, бомберы пока лечатся. Сейчас микроменеджментом займемся. Слава богу, небольшая передышка будет. Тут я всех уже распугал. Блин, еще один приплыл. Значит, не будет передышки, будем обстреливать этого батлшипа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что у него тут исследовано? Ну, я в баллистику пойду, потому что хочется первым делом вот эти самолеты открыть. Раз, два, три, четыре. Собственно, вот на эти техи я и отстаю. Так, что у нас тут с микроменеджментом? В рост. Один ход. Если вот так. Нет, давайте все равно. Так, тут что? Производство. А если рост? Три. Ага, уже на производство идет. Уже на производство идет. Давай-давай, россиянин. Я его начинаю давить на море. Он не может строить и туда, и сюда. Так что можешь начинать там продвигаться. Сейчас я тебе каких-то генерала подарю. Блин, Адам, убери своих этих между Юрусалимом и Гуанчжоумом, и генерал не может пройти. Ну, я пока не могу. Один из них уже проходил. Сейчас. Следующим ходом. Ладно. Ну, убери. Ух ты. И вайпер в атомную эру. Я ее спер, прикинь. Круто. Хе-хе-хе. Так, вот теперь лечимся. Что там у субмарины все еще строит? С кем-нибудь мир, с кем-нибудь датским. О, с Манилой можно мир заключить. Отлично. Что с деньгами? Уже уменьшаются деньги у датчанина. Ну, вот смотрите, у датчанина уже уменьшаются деньги. Уже несчастье у него больше, чем у всех. Так что давим, норм. Даем выиграть русскому. Ну, я пока не... Вообще-то, русскому, как минимум, эфиоп может там конкретно, если че, подгадить. А вот как тебя останавливать, если ты улетишь, непонятно. Куда я его лечу? А начнешь строить... Дали корабля, тебя закидают бомбами 20 раз просто. А чтобы тебя закидали бомбами, у них должен быть выход к морю. А в море контролируешь ты у нас. О, господи, так же мясом хоть по воде проходи, хоть по морю. Помнишь, просто каждый по два города на воде и по пору поймай их все. Блин. Ой, ё-моё. Да, спрашивайся, че ж ты тогда сплошные субмарины строишь и батлшипы, чтобы море контролировать? Че ж ты тогда ставишь два города и мясом? Кому ты рассказываешь? Где мясо, Билл? Где мясо? Да, да. Два города все поставил и все. Ты же специально только субмарины строишь, чтобы... Тут вообще четыре города всего на воде. Причем там Арандага и Иракетский, можно сказать, ну... Иракетский, но все равно. Поставлен был крайне давно уже. Походу надо наземные караваны все-таки построить. Еще я тут долго буду. Хотя плюс четыре... У меня пускай вырастет. Арандага и Иракетский, арандага и Иракетский. Где тут была эта... Где-то тут была. Кое-то входит тебе на последних секундах, да? Я случайно не перечислился, смотрю там этот самый... Ну, Леша, я уже пару раз убил. Неправда, я тебя убил... Я тебя убил в начале хода. Био, не надо. Я заканчиваю ход секунд за 15 вообще и нажимаю конец хода. Че, я за Китай голосую. Я тоже. Ну, и я тоже. А, у меня больше всего на вас есть. Я ж вроде вам хорошие резолюции предлагаю. Самарканд. О, железная дорога. Надо строить. Как меня достало вообще-то. Все равно подлодки строят, а? Сплошные подлодки. Био, эх ты. Перестать строить, чтобы ты тут пограбил караваны все? Ну, ты мне все пограбил, интересно. Не, просто ты так смешно рассказываешь про то, что поставишь два города и будешь контролировать море. Интересно, у меня четыре города, я почему-то не могу... Я говорю, что будешь контролировать море. А что ты говоришь? Я говорю, что можно купить каждому, так вот будет в итоге, по авианосцу. Их, Лен, ты их найдешь там или там по подводной лодке. Да, очень интересно. У меня почему-то со всех сторон есть мои подводные лодки, но ты их находишь и убиваешь. Они тоже авианосцы, видимо, где-то там у тебя просочатся. Их же тоже не с каждого места можно запустить ядерную ракету. Надо же подойти как-то. Я на автомат поставлю, разговорился еще и подлагивал вначале. Нет, ты либо играй, либо разговаривай. Другому никак, да? Ну я же не прошу по этому поводу на автомат ставить, оттягивать ход. Серьезно? То есть ты никогда этого не делаешь, потому что не успеваешь? Нет, ну блин, я использую правила, если я ставлю на автомат, то вперед. А сейчас я этого не делаю. Ну, в смысле, когда я предупреждаю, что следующим ходом поставлю на автомат. Ты же не успеваешь ход сделать. Мы же не турнир играем. Ну, Билл, слушай, ты построил какое-то количество юнитов, да? Есть определенное количество времени таймера. Почему у тебя должно быть преимущество, что ты и много юнитов строишь, и должен еще успеть ходить ими? Ты себя вспомни. Ты всегда так делал. В прошедшем времени. В прошедшем времени. В этой игре я ни разу ничего такого не делаю. Не знаю, сколько я уже игр так не делаю. На автомат юнит поставить, да. Но предупредите, как бы, ну, просто шоу, этот юнит болтается, нифига не делает. Ну, ладно, я тогда буду молчать здесь. В тайме. Дипломатия, все дела. Ничего не говорим. Там к Иерусалиму, возможно, снизу баттлшипы подплывут, потому что он там поубивал мои подводные лодки, но у меня все они скоро построятся, подводная лодка-то. Эта серия завершена. Продолжение через день или два. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться моим видео, если оно вам понравилось. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Продолжение следует...